Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Недавно мы разбирали новую концепцию советского линкора «Североморск», который после активации своих боевых инструкций из линкора фактически превращается в авианосец. Но в мире кораблей анонсирован еще один очень необычный линкор-гибрид – итальянский, созданный на базе корпуса американского гибрида «Делавер», но с такими особенностями, которые тоже будут позволять играть на этом линкоре, как на полноценном авианосце. То есть самолеты перезаряжаются очень часто, и их можно будет запускать без остановки, причем совмещая это с дальнобойным ПМК на 11,3 км и дымами полного хода со временем работы 45 секунд и рассеиванием 10, то есть 55 секунд в дымах только в базе. И при этом в любой момент можно пострелять из главного калибра. Вполне себе линкорного – 406 мм. Как по мне, все это звучит просто, как сбытие мечт, если до релиза не занерфят. Ведь мы помним, что корабли еще тестируются, и ДТХ могут измениться. А не меняется только то, что в нашем филиале на Бусти каждый день выходят новые видео по кораблям, в том числе обучающие по всем классам. Финальное название всего гибридного чуда пока неизвестно. Рабочая «Делавер Тест». И по корпусу это, скорее всего, будет полный аналог «Делавера». Боеспособность такая же – 80800. ПТЗ идентичная – 24%. Маскировка тоже – 16,2 в базе и 13,1 в полной прокачке. Скорость хода – 34,7 с флажком. Все как у «Делавера». А значит, и бронирование, скорее всего, будет аналогичное. А у «Делавера», как для гибрида, оно достаточно хорошее, так как нижняя часть авиационного ангара забронирована толщиной 38 мм. Да и сам этот авиационный горб компактнее раза в два по сравнению с «Кирсарджем». То есть на практике «Делавер» в горб пробивается гораздо реже и сложнее, чем «Кирсардж». И вообще «Делавер» – это один из лучших гибридов в игре, о чем я подробно рассказывал в его отдельном обзоре. У него все достаточно гармонично. Но геймплейно – это, конечно же, линкор, который лишь иногда поднимает авиацию. Так вот, итальянский «Делавер» по геймплею оказывается принципиально другим. Так, с одной стороны, у него поднерфлен главный калибр. Орудий столько же, как и у «Делавера», то есть 8 штук 406-го калибра, но у них хуже точность – «Сигма-1,6» против «1,9». Дольше перезарядка – 34 секунды против 30 в базе. Меньше дальность стрельбы – 19,6 против 25. Но за это у корабля более мощный и дальнобойный ПМК с максимальной дальностью 11,3. Итальянские «Дымы» полного хода и уникальная авиация, которая представлена лишь одним штурмовиком с 12 мощными ракетами от «Рузвельта». Но их прицел имеет вытянутую в вертикальной плоскости форму. А время стрельбы пулеметами сокращено. Что значительно повышает удобство и точность атаки. То есть можно будет кучно попадать большим количеством ракет в цель, как когда-то было у «Медвея», а не как у «Рузвельта» сейчас, который кипятит воду. Штурмовик жирненький – 3040 в базе. Также у него очень высокая максимальная скорость – аж 234 узла. Но «Форсаж» не восстанавливается в полете. А без «Форсажа» скорость очень низкая – всего 90 узлов. Но зато время восстановления этого самолета – лишь 27 секунд. То есть пока слетал в рейс одним самолетом, уже готов другой. Можно будет без остановки спамить этим самолетом с мощными ракетами. Если грамотно расходовать «Форсаж» так, чтобы скорость оставалась для атаки, то на скорости 234 узла самолет будет успевать сделать атаку даже по самому мощному ПВО. И тут же у нас на готове новый самолет. И корпус у нас не как у хлипкого авианосца, а полноценный линкорный плюс дымы полного хода, что позволит подходить к целям очень близко. То есть не придется далеко летать, и можно будет просто закидывать цель ракетами, попутно поливая ее с ПМК. А если она подставит борт, то можно из главного калибра жахнуть, который на близкой дистанции не будет страдать от низкой сигмы. И получается авиационная платформа для крайне агрессивной игры, которая не снилась ни одному авику или гибриду. Даже Североморск в своей новой концепции должен играть гораздо более осторожно и выдерживать дистанцию, так как у него более уязвимый корпус из-за слишком высокого и незащищенного ангара, и нет дымов и мощного ПМК. Новый же итальянский Делавер сможет вытворять очень интересные тактические штуки. Занимать самые удобные позиции для спама авиации у любых ближайших островов, да и без островов сможет неплохо жить и наносить урон. И играть на этом, конечно же, будет очень интересно. Но вот играть против такого не хотелось бы, ибо задолбает авиацией любого. Так что, на мой взгляд, концепция очень интересная, но лучше бы она оставалась концепцией, ибо токсика в рандоме у нас и так хватает с избытком. Но это мое мнение. Ваше с интересом прочту в комментариях. И, конечно же, буду внимательно следить за этой штучкой и оперативно вас информировать о ее судьбе. А если все-таки выпустят, то сразу же покажу вам ее в деле. Жмите подписки и колокольчики, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай.